Да, здравствуйте, коллеги! Добро пожаловать на наш очередной Дефтокс. Сегодня 16 февраля. И я начну и, видимо, закончу. Я хотел бы поговорить с вами о каком интересном моменте, как развитие ваших навыков в чем-либо, в принципе. И о том, как это делать, и о том, что такое... Я не уверен, как правильно перевести осознанная или сознательная практика. По-английски это называется Deliberate Practice. Это, на самом деле, довольно известная концепция. Именно в таком виде Deliberate Practice на английском языке, если загуглить. И несколько книг написано об этом. Я в данный момент как раз одну читаю, поэтому решил об этом и рассказать. В чем здесь суть? Суть в том, как вы развиваете свои навыки, то есть как вы практикуетесь. Интересно то, что проводились исследования по поводу того, насколько хороши, например, доктора в своем деле, и растет ли их навык с увеличением опыта работы. И оказалось, что большинство врачей, не считая хирургов и кое-каких еще, они со временем начинают работать хуже. То есть студент, который выпустился 3-4 года назад из училища, прошел интернатуру, он лучше работает, он лучше врач, чем тот, кто работает уже 20 лет. То есть люди не только с опытом не обретают навыки, они не оттачивают их, они еще и теряют те, которые у них уже были. К чему я это рассказываю? К тому, что, в принципе, это применимо и к нам с вами. Мы с вами до какого-то определенного момента развиваемся, постоянно узнаем что-то новое, потом мы выходим на определенный уровень, в котором нам комфортно работать, и мы выполняем задачи без особого труда, которые перед нами ставятся. И, в общем-то, на этом все. И здесь может наступить наша смерть от программиста, как те ребята, которые по 20 лет пишут на Кобале каком-нибудь, что-то в таком духе, мне кажется. И в связи с этим я хотел бы осветить вот эту концепцию Deliberate Practice, перевести это можно как осознанная или сознательная практика. Это как инструмент развития своих навыков. Давайте смотреть это с точки зрения программирования, навыков разработчика. Это самый эффективный способ это делать. Как это делать, чтобы тратить времени меньше, но при этом развиваться. Потому что если мы просто сядем и будем сидеть, год, два, три программировать, то до какого-то момента мы будем развиваться, а потом как-то вы заметите, что уже ничего с вами не происходит, ничего нового вы не узнаете. Вот. Как подходить к этому процессу развития навыков? Ну, первое, что предлагают, это get motivated. Очевидно, да? Нужно понимать, зачем вы это делаете, что вы этого действительно хотите, а не просто потому, что там видели рекламу по телевизору или потому, что айтишники не экономят. Я не знаю. Вот. Это первое. Давайте записывать. Айтишники не экономят. Или айтишники не экономят. Первое. Get motivated, guys. Второе. Что тут второе нам предлагают делать? Второе. Set pacific. Goal. То есть нужно перед собой ставить конкретные цели. Например, допустим, выяснилось, что вы не очень хорошо знаете SQL. Вы попытались что-то сделать, там полчаса просидели, тыкались, мыкались, не получилось. Пришлось просить помощи коллег, и тогда только с горем пополам что-то получилось. То есть, и вы понимаете, что нужно прокачивать SQL. То есть, это уже похоже на какую-то цель. Но здесь тоже не совсем понятно, до какого уровня вы хотите знать SQL. Поэтому нужно четко для себя определять. Я хочу знать SQL на уровне базовых запросов. Select, Update, Create, Insert. На уровне базовых запросов, с фильтрацией, с группировками. Вот. Допустим, этот уровень. Вы для себя его определяете, потом выбираете какой-то набор, например, каких-то упражнений и статей. И вы проходитесь по этим статьям, изучаете необходимые знания, получаете и закрепляете их упражнениями. То есть, это совершенно другой подход. И как если бы вы просто сидели и ждали, пока у вас появится следующий таз, который потребует знания SQL, и чтобы вы там точно так же поддались на месте, потом чей-то помощи попросили. Так развитие не будет идти очередей. Вот. Поэтому важно ставить какую-то конкретную цель. Третье. Это, наверное, фундаментально, особенно для разработчиков, которые немножко дольше работают. Короче. Зона комфорта. Кто-то знает, что такое зона комфорта? Да. Что такое зона комфорта? Зона, где тебе комфортно, и ты не развиваешься. Это вот это? Да, мы все. Очень похоже. Вот. Очень важно для развития, особенно для тех, у кого какой-то опыт есть, выходить из своей зоны комфорта регулярно и осознанно. То есть, искать для себя задач, или искусственно создавать себе проблемы, которые заставят вас развивать какие-то ваши навыки. Потому что, как мы обсуждали, ребят, которые на Кобале пишут, они в своей зоне комфорта, и эта сфера им уже, скорее всего, не позволяет как-то развиваться и какие-то новые навыки обретать или оттачивать существующее, потому что они в своей зоне комфорта. Или, как мы с вами, нам сказали, ну, рест написать. А ты рест уже 10 раз делал, ты 11 раз делал, и все хорошо. Но развития не происходит, и человек в таких условиях, не знаю, может, кому-то в порядке, нормально это будет. Я, например, со скупием буду. Вот, четвертое, я уже не буду писать, я устал. Четвертое, важный момент в практике, это постоянство. Ладно, напишу. Оценили шутку? Продолжил писать уже, раз начин. Постоянство, как ни как. Да, да, да. То есть, недостаточно решиться один вечер, все, я учу SQL. Здесь есть, просчитать все, что есть, поделать пару упражнений, и на следующий день забить. И все, я знаю. Важно практиковаться регулярно и осознанно. Осознанно мы уже, мы упоминали осознанно, нет. Важно практиковаться регулярно. То есть, когда я занимался на гитаре, мне преподаватель говорил, не важно, что, в любой день, минимум занимайся 15 минут. То есть, важно не как много вы усилий тратите в один момент, а то, что вы постоянно, каждый день немножко совершенствуетесь. И тогда ваши навыки закрепляются, и вы развиваетесь. А вот. Пятое, очень, очень важное. Критически важное, наверное, самое важное. Фидбэк. Как понять, хороший разработчик вы или нет. Как понять, над какими навыками вам нужно поработать, а какие навыки у вас, в принципе, окей, на уровне. Фидбэк. Нужно получать фидбэк в том или ином виде. Что это может быть? Самое очевидное, как по мне, это код-ревью. То есть, просить других делать вам код-ревью, делать другим код-ревью и видеть в ошибках других свои недостатки. Такие инструменты. Ну и опять-таки, самому себе давать фидбэк, делать разбор полетов, что пошло не так. Например, у вас баг на продакшене, все свалилось. Подумать, кто виноват. А, наверное, я виноват. Что я мог сделать по-другому? Каких знаний мне тогда не хватило? Вот. И как мне сделать так, чтобы в следующий раз я не допустил подобного вага? Вот. То есть, фидбэк крайне важно. Ну, шестой. Вот теперь я вас не буду писать. Он гласит, что нужно давать себе какой-то отдых. Если вы долго занимались, что-то изучали, то иногда нужно просто отдать себе день, два, три отдохнуть, потом вернуться к этой теме, вы увидите, что вы уже довольно хороши в ней. Отдых он реально решает. Знаете, есть такое мнение, что во сне мозг учится. Вот. Это, наверное, оно. В общем, такие принципы. Я шестой не буду дописывать. Там все время немного отдохнуть, закрепить знания. Есть какие-то вопросы по этому поводу? Да. Да. Вот, собственно, слышал ли ты про такую вещь, как постановка смарт-целей? Смарт-целей? Да. Возможно, слышал что-то, но... Ну, у них один из, как бы, очень похожий смысл, связанный с тем, что ты действительно должен адекватно оценивать свои возможности. Это, наверное, касается первого. Да. Второго. Ну, там с первого, грубо говоря, по третий пункт. Да. То есть очень много систем, которые базируются на достижение каких-либо целей, неважно, рабочих, либо личностных, они базируются примерно на таком же самом списке. Ну, там, в какой-то мере, может быть, перефразировано, на каком-то этапе может быть другой акцент, но тем не менее. То есть, в принципе, как бы, мотивация встречается вот сплошь и рядом, четкое понимание целей, четкий план, постоянство, опять же, как бы, немаловажно. Ну, отдых, наверное, мало где, на самом деле, учитывается. Но, на самом деле, с точки зрения личностного, мы же с вами не роботы и не организация, это, как бы, очень имеет смысл быть. Ну, здесь я конкретно с точки зрения обретения навыков рассматриваю вопрос. О чем я здесь не упомянул, но это тоже очень важный момент, который вы можете взять себе на заметку. Если вы какой-то навык осваиваете, очень полезно найти себе хорошего учителя, который либо владеет этим навыком, либо научил на том уровне, на котором вы хотите этот навык освоить, кого-либо другого. То есть, если мы говорим о программировании, то нужно, чтобы был ментор. Если у нас будет 10 жунов сидеть в кабинете, вряд ли они что-нибудь хорошее, там, изобретут вместе. Тонических чудовищ каких-нибудь. Нужен им какой-то наставжий. То есть, если говорить о какой-то музыке, то нужно найти человека, у которого есть студенты, или он сам играет так, как вы хотите играть на этом уровне, либо его студенты играют так, как вам нравится. Ну, и по аналогии можно это к чему угодно привлечь. Ну, это же как раз таки хорошо решает вопрос фидбэка. То есть, кто как не ментор тебе скажет... Ну да, в этих моментах вам наставник поможет обязательно. И на шестом он скажет, да, отдохни. Успокойся. Вот, еще какие-то вопросы? Нет. Хорошо, спасибо.